Ты с женой принимаешь решение переехать в Россию. Экономическая ситуация в Европе ухуждается. Вот что-то казалось тебе странным. Много. А можешь привести пример? Начинает что-то другое. Он не закончил. Он начинает туда, потом он туда. А что тебе рассказывала жена вообще? Москва, столица Европы. Что французы знают о нас. Русские говорят всегда нет. Зачем французы хотят к нам переехать? Мы хотим создать французскую колонию на Амуре. Нет. Александре Стефанеско. Франция. 15 лет назад европейец начал жизнь с чистого листа в России. За это время Александр основал организацию, которая помогает другим французам переезжать в нашу страну. Уверен, что экономическое, нравственное и культурное будущее возможно только здесь. Считает, что сила русских в прямолинейности и понимании о своих целях. Любит наш язык за четкость, но считает, что бюрократические вопросы все-таки можно решить помягче. Всем привет. Это мы и они на выставке. Я его автор Мария Шахова. Сегодня у нас необычное интервью. У нас паблик ток. Открытый формат, в котором все наши зрители становятся участниками. И в конце смогут задать свои вопросы. Как мне, так и нашему герою. А сегодняшний наш герой из Франции. И зовут его Александра Цикос-Сефанеско. Аплодисменты. Спасибо. Ты родился во Франции. Своё детство ты провёл в Конго. После этого вы с семьёй опять вернулись во Францию. Ты жил в Бордо. И в 2008 году ты с женой принимаешь решение переехать в Россию. Почему? У меня судьба. Наверное. Потому что в 2001 году мой отец случайно работал 6 месяцев в Москве. И когда он вернулся из России, во Францию, он мне сказал, будучи это Россия, я уверен, что ты будешь жить в России. Неожиданно. Я думал, нет, папа, я не хочу в России вообще. И в 2005 и 2006 году работал в Китае. И я хотел переехать жить в Китае. Я хотел, но на дороге я познакомился с одной русской девушкой. Она сама русская. Она жила всю жизнь во Франции. И мы познакомились во Франции. Мы влюбились сразу. И решили жениться сразу. И мы думали, где мы будем жить. Я не хотел жить во Франции. Она, в принципе, хотела жить в России. У меня был план в Китае. Но мы решили... За то, что мы хотели дети. Мы думали, что нам будет... Ей будет легче в России. А мне будет тоже легче в России, чем в Китае. Она сразу нашла работу. И я тоже переехал за нее. Мне было 30 лет. Один шемодан. Абсолютно никакого русского языка. И мы с нуля устроились в Москве. Мне не очень понравились тенденции, которые появились на Западе. Совсем жесткие LGBT-тренды. Все, что вокруг. Вокизм и так далее. И 15 лет назад это начало только появиться на Западе. Но я это видел, чувствовал уже. Я очень интуитивный человек. И поэтому решение переезда в Россию было самое лучшее решение в моей жизни. Александр, а что ты вообще знал о России? Ну или вообще, что французы знают о нас? Я про Россию мало знал. Но у меня было уже почти 3 года жизни вместе с моей будущей супругой. И она мне подготовила. Я это понял намного попозже. Но она очень хорошо мне тонко объясняла вещи. А что тебе рассказывала жена вообще? К чему она тебя готовила? Она мне объясняла очень важную вещь. Это разница между Москвой и маленьким городом на севере Урала. Эти разницы, они огромные. А в чем они? Уровень жизни, уровень заработной платы. Это диапазон 1,6 и 8. Это больше, как в Канаде, может быть. И чуть-чуть в США. Но в Европе это не так. А твоя супруга тебя вообще готовила к разнице менталитетов? И почувствовал ли ты вот то, что мы отличаемся? Хороший вопрос. Когда я приехал, у меня блог, авторский блог, я пишу статьи, и я решил рассказать мою жизнь в России. И помню, что первый год я писал огромную статью, он получил супербольшой резонанс в интернете. И сказал, Москва, столица Европы. Я думал, что нет, мы почти одинаковые. Вообще разницы нет никакой. 16 зим спустя я чувствую, что разницы между русских и французами колоссальны. Надо понимать, что она уехала из России и ей было 3 года, поэтому она сильно стала француженкой. И она тоже, когда переехала обратно в Россию, она тоже прошла этот процесс русификации. Процесс русификации. Мне очень нравится это выражение, как телефоны, которые к нам приезжают из-за границы. Они тоже процесс сначала русификации проходят по закону. Ты сказал очень важный, мне кажется, момент. Ты сказал, вот сейчас, спустя 16 лет жизни в России, я вижу колоссальную разницу между французами и русскими. А в чем эта разница выражается? У меня ощущение, что взгляды на жизни вообще отличаются. Мне кажется, что среди страны Россоюза, люди, мои родители, например, у них было ощущение, что прогресс будет навсегда, что жизнь будет лучше каждый год, что это процесс, который невозможно остановиться, он будет навсегда. И у них появился взгляд на мир, желание тусоваться. Жизнь прекрасна, все шоколад вокруг. А сейчас, на связи со всем, что происходит в мире, этот процесс сломался. Он сломался еще и раньше, но они его не заметили. И сейчас они в поиске их старого мира, который будет, как они жили раньше в Европе. Их уровень жизни ухуждается, и эти сложные события, которые происходят сейчас, они, может быть, их разбудили каким-то образом. Были ли для тебя, как для француза, какие-то вот странности, если это можно так назвать, в нас? В России? Да. Вот что-то казалось тебе странным. Много. Например. Очень много. До сих пор есть вещи, которые я не могу понимать. В России, возможно, в одном моменте, в одном месте черный и белый. Хорошо и плохо. Все сразу на конфликте. У меня до сих пор нет понимания, на как реагировать, на, не знаю, как это, я не хочу убедить никого, но в нашей любимой стране, в России, существует пофигизм. Для французов пофигизм это вещь, которую мы не можем понимать. И мы не знаем, как реагировать к этим вообще. Когда человек начинает что-то, не заканчивает, начинает что-то другое, он не закончил, он начинает туда, потом он туда. Все, все, все в хаос. Иди до конца, один раз, на все, чтобы об этом больше не говорить. Нет. У меня до сих пор, когда все понимают, что я люблю Россию, наши русские друзья нам приглашают. Давай на дачу. Супер. Пойдем. У нас куча людей назовут. Десять, двенадцать. Стол накрываем, пожалуйста. Давайте. Саша, ко мне. Возьми приборы. Понятно. Нам сколько человек? Аааа. Не начинай. Возьмут приборы, положат. Там восемь, а нас десять, еще две. Но во Франции вы сразу считали, сколько человек. Так, десять тарелок, так, восемь штук, десять стаканов. Все очень по процессу. То мне очень не нравился в России, но я очень рад, потому что это уже больше не будет. У меня всегда было ощущение, что это колоссальная ошибка гражданин РФ считать, что все равно в Европе лучше. Типа, все, что появится в Европе, должен быть потом у нас. Нет. это колоссальная ошибка. Традиции, которые существуют в старых русских семьях, среди крестьян, например, они очень сильно отличаются от традиций, которые существовали в европейских семьях. А можешь привести пример? Папа, мама, два дети. Наследствие резон на две части и сравним. А в России нет. В России есть старший сын, он живет с семьей, с супругой, а дочка уезжает в семью мужа. Структура семьи отличается глубоко. Поэтому, на мой взгляд, это невозможно, чтобы и Франция, и Россия жили одинаково. Потому что глубокие семейные традиции отличаются. Редактор субтитров А.Семкин А сложно вообще французу привыкнуть к нашему менталитету? Больше да, чем нет. Но я тоже понял, что сложно русский адаптироваться к менталитету французов. Я вижу с этим с моей супругой. Она бикультурная сто процентов. И даже я теперь есть вещи во Франции, которые я вообще не могу терпеть. Например? Пойти спать вечером без душа. Не мыться до сна. Гулять в квартире с туфлами. Я больше не могу. Я их сниму. Ощущение, что для французов... Я не хочу критиковать Францию, просто объясню менталитет. Для французов, которые живут в России, я создал общину. Община называется Фруски. Это все французы, которые приняли гражданство АРФ. У нас 80 человек, один телеграм-канал, я его админа. Это мой авторский проект, если могу сказать. И они есть в многих русских городах. И мы чувствуем, что конечно, мы не совсем русские, потому что мы выросли во Франции, но мы уже больше нет французов. Мы как-то мечтуем. Но нужно, наверное, сразу сказать, что Александра не просто занимается телеграм-каналом, у тебя компания, которая занимается помощью французам при переезде в Россию. И у меня как бы сразу возникает вопрос, а таких людей много? У меня консультинговое агентство уже 11 лет. Направление первое это работать с крупными иностранными компаниями. Мы помогли на последние 10 лет заменить французов с русскими. Называется процесс русификации. Уже три года ко мне из-за того, что я не личный человек, не публичный человек, но не знают как французы в России, ко мне обратились больше и больше людей, которые хотят переехать в Россию. Но этот спрос вырос во время ковида. Потому что во время ковида помним как здесь было, но во Франции и в Европе было по-другому. Жесткие меры, локдаун. На два года люди сидели дома 350 дней почти, почти один год. Поэтому очень много людей на связи с этим думали, все, конец, нам надо покинуть Евросоюз и куда теперь. Поэтому да, я создал проект Руспатриация и я сопровождаю из Франции в России их очень очень много. Наверное, еще нужно сразу сказать, получить российскую визу иностранцу практически невозможно. Это очень и очень сложно. А получить российское гражданство в два или в три раза сложнее, чем гражданство Америки или западной страны. И спрос растет. Спрос большой. Экономическая ситуация в Европе ухуждается. Это очень сильно. Это не видно, может быть, от России, из России, не знаю. Но инфляция на многие выше, там, безработи растет. Все идет не по правильному пути, к сожалению. Много людей из профессии, из разных сегментов, из разных возрастов рассматривают Россию как альтернативу и как страну будущего. И я удивляюсь, потому что про Россию очень плохо говорить в западных СМИ, но все равно спрос растет. Расскажи на примерах, мне очень понятно, зачем французы хотят к нам переехать, от чего они конкретно бегут или как это назвать? Погода, дороги, шучу. Нет. Во-первых, мы не в политику, деградация ценности. Все, что ЛГБТ вокруг. Я разговаривал с матерью, она без мужа, у нее три дочки. Она мне объясняет, она живет в Британии. Она мне объясняет, Александр, подруга моей дочки восемь лет. Возвращалась в школу и сказала маме, я хочу пол менять. Почему? Потому что мне сказали, что я мальчик. кто сказал? Какой-то активист транссексуальный, не знаю что, который в школу пригласила, и он выступал напротив детей. Но маленькие дети, мозг, они слушают, что им говорят, потому что они дети. Она мне сказала, все, я отправлю моей дочки в Россию. Хорошо. Сопровождаем как можем. Это особенно. Потом это деградация экономики, которая идет наверх. И я не вижу, как это будет через год-два, но будет сложно. На мой взгляд, к сожалению. И есть, конечно, сегмент мужчин, которые мечтают про русских девушек. Они мечтают, что здесь в России найдут традициональную жену. есть жена, которая хочет детей. Что сложнее найти сейчас в Европе, наверное. Я 15 лет уникал из Франции, но сколько мужчин, например, находятся в одиночестве, потому что они хотят детей. Раньше это было наоборот. 20 лет назад женщине хотят детей, они нашли партнера для этого. А сейчас тренд идет наоборот. Они ведут Россию как страну, где более-менее будет легко жить. Хотя мы знаем, что жить в России не совсем легко, особенно зимой. Как и в любой другой стране, есть свои плюсы, есть свои минусы, но тем не менее. Но тем не менее, люди, которые собираются переезжать сюда, вот французы, о чем они тебя спрашивают? Вот прям на конкретных примерах. У них представление мира как вокруг себя, поэтому часто мне говорят, ну мы такие скромные люди, мы живем в деревне во Франции, мы хотим жить в деревне в России, но чтобы вокруг была природа. Какая? Дикая. А, это где? Ну мы думали север Карелия, север Карелии, север Сибири. Я общался с группой людей, с французами, все в состоянии, мы сказали, мы всю карту России смотрим, у них денег даже. Мы хотим создать французскую колонию на Амуре. А где именно? Ну 250 километров на востоке от Благовиченска. А там какой-то город вы видели? Нет, мы хотим в природе. Но есть такие фантазии. Думаю, что я им сказал, давайте мы туда вместе, мы на месяц, чтобы вы посмотрели, как это выглядит в реальной жизни. Нет, есть более серьезные люди, есть люди, которые спросят про уровень жизни, про то, как с документами в административном плане, как остаться в России, как открыть компанию, мы этим занимаемся, какая работа они могут найти, как люди живут. А про какие стереотипы вообще спрашивают? У них ощущение, что мир вокруг, мира. Он как у них, люди их ожидают. Они не понимают, что их почти нигде не ожидают. Ну, хорошо, что во Франции хотя бы не думают, что у нас медведи по улицам ходят, потому что в большинстве стран по-прежнему это главный стереотип. А я приготовила для тебя небольшой сюрприз. Я решила узнать, а что собственно люди в России вообще знают о Франции. Что знаете о Франции? Там самые красивые девушки и женщины в мире, что самые элегантные. Шесть Франций можно разместить на территории Красноярского края. Там много мусорных забастовок. Она нечистая и там в любой момент могут на тебя напасть. Клопы. Много клопов. И крыс. Люди живут в очень маленьких квартирах. Таксисты ездят быстро на гоночных тачках. Люди во Франции достаточно модно одеваются. Настолько наплевательское отношение к своей одежде. просто. То есть человек может быть миллиардер, он будет ездить на велосипеде в шортах к вам навстречу, приедет и в сандалиях. Очень высоко развита полиция. Нельзя доставать телефон какой-нибудь дорогой, иначе его могут спереть. Ну или там не прямо в метро, а могут тебя выследить потом. Их частое блюдо это кружка кофе и кровосан. А на ужин пьют вино красное. Когда итальянец встречается с французом, то они едят пиццу с лягушачьими лапками. Улитки, лягушки. Вот мне было бы интересно узнать, например, дети у них любят такую еду, их с детства приучают, или как-то это, ну они потом знакомятся с этой кухней. Ай-яй-яй. Ну расскажи нам, с детства вас приучают к лягушачьим лапкам? Это блюдо, которое редко кушают, кушают во Франции. Но это типа иногда в ресторане, но редко. Во Франции самые красивые элегантные девушки в мире. Нет. Полный ложь. Это было так, может быть, во время Бриджита Бордо, может быть, 30-40 лет назад, 50 лет назад даже. А сегодня нет. Француженки, во-первых, пришли две тенденции. Первая тенденция американизация общества, поэтому они одеваются очень часто в джогинг и так далее, поэтому не очень без женственности. Вторая тенденция это массовая эмиграция, которая делает так, что гулять во многих улицах, во многих городах Франции опасно для мужчин и для женщин, и особенно для девушек. Поэтому если одеваться женственно, да, это риск, физически для девушек. Насилию можно подвергнуть ситуацию. Да, очень много случаев в год, поэтому нет, сейчас француженки, нет, сами патриотизм, самые красивые женственные девушки в мире, они находятся здесь. Я уверен. Очень много мусорных забастовок во Франции. Да, мусор. Мусор. Просто нет другого слова. элита во Франции не считает, что город должен быть чистым. Поэтому грязь, это не только что они не умеют это убрать, это что они вообще считают, что это каком-то норме. правда, что много крыс и клопов? Правда. Особенно в Париже. Таксисты во Франции быстро ездят и все на гоночных тачках. Да, есть очень много можно сказать про такси во Франции, да. Наблюдают на то, что происходит на дороге очень-очень жестко во Франции, штрафуют, поэтому да и нет. Так что там с такси-то вообще происходит? Таксисты много дороже во Франции, чем в России, но водители такси это только иностранцы и есть очень многие слухи так же, таксисты как-то мафия во Франции и что вокруг такси появились очень много разных периферий бизнесов, не совсем чистые бизнесы. Но в целом безопасно передвигаться на такси? Понятно, что это очень дорого и большинство передвигается на общественном транспорте. Намного опаснее чем в России, да. особенно с Uber, потому что любой человек, который решил стать таксистом, стал таксистом. Поэтому как-то да, это не профессия под контролем. Очень высоко развита полиция. за последние лет, да, их везде с оружием и на улице, потому что боятся терроризма и настроение намного меньше весело, чем в России, да. Особенно в Париже. французы обожают кофе с круассанами. Да. Да, утром да, это кофе с молоком, кафе оле по-французски и круассан. Как тебе наши круассаны русские отличаются? Но в России готовят круассаны с сыром, с мясом. Эти круассаны существуют во Франции. Вообще. И даже это блюдо мясо по-французски. Нет. Это абсолютно не по-французски. Нет. Искал, но не нашел. Первый раз я летал на Урал в Перм помню в 2010 году я в один в ресторан вечером я вообще не говорил по-русски. А, из Франции у нас блюдо для вас. Давайте. Мясо по-французски. Отлично. И появился мясо по-французски, но это не мясо по-французски. На ужин французы пьют красное вино. А не только. На обед тоже. Очень часто пить аперитив, вино, потом обратно на работу либо пиво. Но перерыв два часа. Часто. Поэтому люди пьют, но опять люди, которые производят вино, они пьют утром, на обед, на вечер. Утром, днем и вечером. что там, собственно. Но это хорошее вино. Это вино, которое можно пить, на самом деле. небольшой объем, он не делает так, что голова болит. Поэтому это очень зависит от объема и качества. У меня в гостях как-то был итальянец, итальянский шеф-повар, который сказал, мне кажется, такую гениальную фразу, мы в Италии едим и запиваем, а вы в России пьете и закусываете. Это разные вещи. Есть мнение, что французы уверены в том, что их кухня самая лучшая в мире. Сто процент они уверены. У меня даже анекдот. Я если опять говорить про тех людей которые я сопровождаю, я понимаю их проект, мы создаем бюджет, так, так, так. И они приятают и я сопровождаю по России, по Москве и Московской Бласт, Питерс и Краснодарский Край Кубан. Один француз, первая, утром, встаю в гостинце. О, Александр, это вы, так, так, так. Хорошо. Что мы делаем? Мы идем в банк супер, у меня карта мир, мир, свой мир, революция для французов. И потом говорит, я бы хотел вас приглашать на обед, конечно, потому что окей, я ему скажу, есть украинский ресторан, настоящая украинская кухня, да, окей, он кушает десерт, он спрашивает типичный французский десерт, ему писаю, а мы в России, это украинский ресторан, типичный французский десерт, его нет здесь, а, да, но рефлекс заказать в центре Москвы в украинском ресторане французский десерт, удивился, удивился, это фееричный вопрос. Александр, вот если говорить о том, в чем мы с французами похожи, мне кажется, так точно в том, что мы очень любим отдыхать, причем я знаю, что есть такое выражение сгорел на работе, вот оно появилось во Франции впервые, и насколько мне известно, отпуск во Франции длится дольше, чем в России, за счет всевозможных там каких-то сокращений, разных праздников и так далее, расскажи, так это вообще или нет, и сколько в среднем отдыхают французы? По закону это пять недель в год, а в России четыре, но сокращали тоже рабочее время, поэтому раньше в Франции очень много работали, сейчас меньше работают, темперамент про то, что любят отдыхать, мое ощущение, я до того, когда переехал в Россию, работал для крупного итальянского фирма, между Италией и Францией, и итальянский более похож на русский, чем французский в этом плане, да. В России каким-то образом люди много работают, если мерить время, которое проводит человека на работе, там много, отдыхать, когда ты живешь на севере России либо в Сибири, да, ты понимаешь, что сложно быть на улице, ты устал, снег и так далее, люди, с которыми я жил в Бордоу, которые сказали, я устал, как может быть уставшим в Бордоу, ты завершаешь работу в Петтридцать, ты можешь в феврале пить вино в террасе на улице, образ жизни намного легче, чем в России. Одно время у нас в России была популярна книга «Как стать французом за час». Но из правил «Как стать французом за час» говорилось следующее, что французы чаще всего говорят «нет». Вот они даже фразу свою начинают «нет, но» и поехали дальше. Ты с этим согласен вообще? Нет. Это сейчас ключевый момент нашего разговора. До того, когда мы начали беседовать, я сказал Мари, что у меня ощущение, что французы и русские вообще говорят вместе, но друг друга не понимают. Наоборот, у меня ощущение, что в России говорят «нет» постоянно. Да, нет, наверное, всегда нет. У нас ощущение, что наоборот, русские говорят всегда «нет». Всегда начинают прожить «нет». Ты говоришь что-то, ты можешь что-то? Нет. И потом да. Потом да, нет. Но этот «нет», в Европе мы его считаем как постоянно говорят жители России. Наоборот. А вы думаете, что это в Франции? Об этом говорят «нет». А как ты вообще поначалу воспринимал вот эту фразу нашу гениальную, я считаю? Да нет, наверное. До сих пор не понимаю. До сих пор не понимаю, как правильно использовать. Моя супруга говорит по-французски, как я. Ты говоришь с ней по телефону и можешь знать, что она гражданка России. Когда я начал достаточно понимать и говорить по-русски, и мы начали с ней говорить по-русски, она мне показала как другой человек. Так как она говорит по-русски либо по-французски со мной, одно и то же, да, я понимаю по-другому по-русски, чем по-французски. Моя жена говорит на французском с моими детьми, она более мягкая язык. Если на русском, жестко. Даже звук повыше. Не кричит, более бум, сделай. Окей. В Франции более-более добавим, типа, пожалуйста, может, например, дай стакан воды. Не могло быть, пожалуйста, мне наливать воду, так как я очень хочу пить по-французски, да? А в России ты так не говоришь, да? Я еще хочу пить. Дай стакан воды. Сразу к результату. Но язык это всегда отражение мысли. Ну да. Структуры мысли. То есть то, как нации разговаривают, именно так они размышляют. То есть их логическая цепочка движется в этом направлении. И правильно я понимаю, что французы очень редко переходят к делу и очень много вокруг да около ходят. Мы гуляем вокруг точка и вокруг тему очень долго, чтобы, да. А в России наоборот сразу в точку, сразу в дело, да. Я помню один момент, мы были в гостях у подруги моей жены, русской. Она говорит, хочешь чай? Да. Мы знали, что в России пьют чай. Но сказал, да, конечно. Черный, зеленый? Непринципиально. Она меня смотрит. Черный, зеленый? Черный? Окей. Крепкий? Нет. Она на меня смотрит. Аааа. Я помню этот. Она на меня смотрит. Ааа. Не знаю, какой чай, не хочет крепкого чая. Какой слабый человек, наверное. А наоборот, я это, как, ты у себя, выбирай для меня, я все равно буду рад. И я не хочу крепкий чай, потому что уже 7.30, мы скоро будем кушать. для меня, но для нее было как-то, человек не знает, что он хочет. Это тоже главная, главная разница. Мне кажется, что в России люди очень знают, куда они хотят. А во Франции больше летают. Александр, ну, как я тебе и обещала, сегодня у нас паблик-ток, поэтому неотъемлемая часть нашего интервью это разговор с залом. Правда ли, что французы лучше всего целуются? Я это слышал, да. Я это слышал, но не могу сказать, что это правда или нет. Женат. Расскажите, как французы любят проводить свое свободное время? Во Франции люди в принципе, что очень отличаются от России, когда суббота и воскресенье люди во Франции они сидят дома. Они даже выключают телефон и они между собой в семье. А в России наоборот. Суббота, воскресенье мы куда-нибудь гуляем, мы с детьми туда-сюда. Нет, это очень отличается. Считается, что французы одна из самых ленивых наций. Почему такое мнение? Извините, нет. На юге и тайн-моги хуже. Только у нас потихонечку появится мягкий социализм, где спросят людей, меньше и меньше работают. Поэтому рабочее время сотрудников станет меньше и меньше каждый год. Есть такой тренд, как в Германии. Поэтому меньше работают, чем раньше. Но ленивее я бы не сказал. Александр, у меня вопрос по тематике, которая мне известна, что французы очень серьезно относятся к обеду. В связи с этим у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, любят ли французы, когда их во время дневной трапезы отвлекают по рабочим моментам, в том числе если это их деловые коллеги? Хороший вопрос. Да, когда кушают во Франции, нельзя трогать. Это типа церемония. Например, во Франции люди сидят вечером 8 часов новостей на французском первом канале и семья вместе садятся на стол, слушают новости, кушают вместе в одном и так же момент. Очень ровно. Здесь по-другому. Французский является вашим родным языком, но вы уже очень долгое время живете в России, получается, чаще вы общаетесь на русском языке. А на каком языке вы сейчас думаете? Это очень хороший вопрос. На французском, но у меня ситуация необычная, потому что мы дома с супругой до сих пор на французском говорим. Это наш выбор, чтобы наши дети тоже выучили французский, так как я хочу, чтобы они смогли говорить с моими родителями на французском. Вопрос такой, почему вы едите много теста и не толстеете? У меня ощущение, что на самом деле французская куня все равно она очень балансирована. И это может быть тоже в генетике, так как меньше холодно, вообще в объем меньше кушают. И люди болят на улице, гуляют на муле. Поэтому образ жизни тоже позволит не торстить, мне кажется. Скажите, почему французы недовольны жизнью и жалуются на нее? И вот какой город не приедут, там все не так. Я думаю, что экономика Франции развивала до момента, где все было легко. Это типично поколение моих родителей, когда им было 30 лет, они нашли работу за каждую углу, они были сильные инфляции, они сделали ипотеку, но за то, что инфляция будет очень заплатить, выросли, они покупали движимост очень быстро. все было очень легко. И они думали, что так легко будет навсегда. И сейчас это сложно представить из России, какая деградация идет во Франции. но когда обычный граждан Франции хочет получить международные водительские права, тебе говорят, да, я готовлю документы на 8 месяцев, паспорт это 6 месяцев, все больше не работают. Это не только во Франции, во многих европейских странах. Я могу вам дать личный пример. Мой отец живет на Кипре, в европейской части Кипра. Недавно болел, он стал, болел ковида, и его отправили в больницу. Там нет никаких доступных машин скорой помощи. В столице города, в столице Кипра, на Евросоюзе нет машин. Потом нет, есть машина, но нет кровати, нет места в больнице. Потом врач из ковида больницы говорит, вам надо купить такое лекарство против ковида. Шли через всю никозию, его нет. Нашли одна коробка, одна коробка, коробка написана, что лекарство действует до 6 месяцев назад. То есть он уже не продают. Я Кипра, Евросоюз, где Кипр это был рай, еще 5 лет назад, рай, рай на земле. А сейчас у них тоже сами промышем во Франции. Массовая иммиграция, администрация и их госуслуги, которые больше не работают, все сложно. А во Франции люди не понимают, как их на это реагировать. Нет выхода среди политиков, нет выхода в экономике, им они без возможностей на то, что влияют. Александр, подскажите, любите ли вы русскую водку или все-таки вино? прям найс. Найс. Я учил пить водку правильно в России с дедушкой моей супруги в Карелии зимой. Поэтому я знаю, как пить водку, но я очень редко пью водку. И я думаю, что водка сделала очень больно России. Поэтому я за то, что очень аккуратно с водкой, чтобы умели пить водку как надо. Но вино меньше опасно. Спасибо. Александр, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? так как французы часто говорят нет, я буду сказать да. Ты уже обрусевший. Три главных качества русской души. Шедрость, справедливость и меня до сих пор спор между верой и любовь к родине, я бы сказал любовь к родине. Три вещи в России, которым ты никак не можешь привыкнуть. Что есть часто вещи, которые ты хочешь делать, они займут больше времени, чем они должны быть. Потому что есть часто какая-то структурная дезорганизация в округе. Что не приема может быть. Алло по телефону очень жестко. Алло, алло, ты начинаешь говорить, алло, алло, и до сих пор дайте мне пять слов. Либо ты говоришь, дадешь вопрос, и часто, до сих пор, бросать руку, все, отвечал. А, у меня еще были вопросы. Поведение чуть-чуть жесткий иногда, до сих пор меня сложно понимать, почему в стране с такими большими красивыми девушками, такой объем красивых девушек очень высоко, почему рождаем в стране низкий. Это для меня что-то, которое я не могу понимать. Я думаю, что нужно поменять общую логику и начинать с семьей и карьер потом. Что русскому нужно для счастья? Семья. деньги и места, где жить. Страна, слава богу, большая, места много. Спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня приехал к нам на паблик ток. Спасибо за твою откровенность. Я думаю, несмотря на то, что мы активно сравнивали наши две страны, главное все-таки помнить, что хорошо там, где мы есть. Спасибо, Маша. А это проект «Мы и они на выставке», я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии, мы все читаем. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нашу группу ВК и Телеграм-канал, ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Colm expected, живем разочарю и надпись. Спасибо за субтитры АлексеюClumpy и